В CorelDRAW возможно взаимодействие графических элементов, сходное с тем, как в программировании осуществляется работа с логическими переменами. Булевые операции, так называемые булевые операции. Рассмотрим на примере, каким образом может быть осуществлено взаимодействие различных элементов между собой. Для чего создадим несколько элементов разнообразных и зальем их различными вариантами цвета, для того, чтобы мы могли различать, каким образом объекты между собой будут взаимодействовать. Расклонируем несколько раз элементы и приступим к рассмотрению взаимодействия. Как только мы выделяем два и более объектов, у нас на панели свойств активного инструмента появляются кнопочки взаимодействия. Всего их, как мы с вами видим, семь. Эти же кнопочки доступны из пункта меню «Объект формирование». Вот эти кнопки, отображающие необходимые команды. Хочу сразу оговориться, что у нас существует команда «Объединение» в русскоязычной версии и команда «Объединить». Это произошло из-за неправильного перевода. Данное объединение называлось на английском языке «Велдсварка». Что же позволяет делать «Объединение объектов» или «Сварка»? Создается один общий объект, основой которого является внешний контур всех объектов вместе взятых. И берется только один тип заливки из всех предложенных. Значит, если необходимо вырезать несколько объектов, используется вторая команда, которая называется, вернее, один объект из другого или один объект из других. Используется команда «Исключить». Нажимаем эту кнопочку и с вами видим, что верхние объекты служили ограничением для обрезания нижнего объекта в данном случае. Вариант «Пересечение». Будет образован объект из пересекающихся элементов общих для всех трех наших объектов, которые здесь представлены. Этот небольшой сегмент был общим для трех пересекающихся объектов. Следующий вариант – «Упрощение». Опять-таки, у нас с вами создаются объекты, видимые визуально. Те части графических элементов, которые находились вне зоны видимости, оказались обрезаны. Команда «Передние» минус «Задние» и «Команда «Задние» минус «Передние». Достаточно понятная для пояснения команда, вернее, команда, которая не требует пояснений. И «Граница». Значит, данный вариант нам с вами предлагает создать объект, очерчивающий общую границу всех трех элементов. То есть, вот такой вот графический контур. Это тоже очень часто может быть востребованная команда. Значит, как мы с вами рассмотрели, мы можем использовать эти команды благодаря панели атрибутов активного инструмента, или же используя верхнее меню «Выпадающий объект формирования». Значит, есть палитра формирования, в котором можно выбирать все эти команды и использовать их путем нажатия соответствующей кнопочки применения. Ну, в данном случае она называется «Пересечение» или «Применение». В зависимости от того, какая команда выбрана. Где-то перевод был сделан, где-то нет. Рассмотрим, в чем же разница между двумя командой объединения комбинированием, «Контр-Л» и «Сваркой», соответственно, в пункте меню «Формирование». Ну, во-первых, в чем их сходство? Сходство данных команд, что обе команды из группы выделенных объектов создадут единый объект. Например, вот у нас есть два несвязанных между собой объекта. Если мы их сварим с помощью команды обычного объединения, мы с вами получим один объект одного цвета. Отменим эти команды комбинацией клавиш «Контр-З» и попробуем комбинировать эти два объекта с помощью команды «Комбинирование». Результат визуально мы с вами наблюдаем один и тот же. Отменим. Но если мы с вами попробуем объединить с помощью команды «Сварка», мы получим замкнутый контур объекта единого целого. Но с помощью команды «Комбайн-Комбинирование» во время объединения останутся внутренние контуры графических элементов, чего не происходит с помощью обычной команды «Сварки». Иногда это является необходимым. Соответственно, это одно из основополагающих различий этих двух команд. Собственно говоря, из-за того, что они работают немножечко не одинаково, у них на английском языке разное название, но и они вынесены в совершенно разные пункты меню.